Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у нас разбор полёта в Адзаро. Прекрасный жилет нашла я у них, симпатичный, красивый. Он жилет и используется как футболка, как майка. Ну, в общем, в зависимости от того, из чего вы свяжете, так его и пользуете. Если свяжете из нейтральной пряжи, то можно и туда, и сюда. И жилет, и то есть, если не шерстяной пряжи, то можно и как жилет, и как топ, футболку. Ну, да как угодно. В общем, весь, как бы, вся изюминка этого жилета в узоре и вырезе горловины. Вот я считаю, вырез горловины, который у нас цельновязанный и переходит, как бы, в платочную вязку. Не пугайте, сразу показывает схему подробную. Я нарисовала этого всего мероприятия. Вот оно. Я целый вечер сидела с этой картинкой, с этой фотографией. Вот. И вот, либо заскриньте сейчас, либо выложу в Инстаграм, выложу в Фейсбук, в группу. И попробую в сообщество в Ютубе еще эту схему. Конечно, здесь подчерканно, но, девчонки, вы уж простите, потому что перерисовывать, чтобы чисто написать, я уже, у меня не было сил. Поэтому вот, вот она схема. Вот высоту раппорт. То есть, это я сейчас по узору пройдусь, а потом по самой, как бы, модели. Вот. Вот. Если смотреть на модель, то она у нас состоит из аранов, из жигутов. То есть, по центру идет центральный аран и пляшем от него. Вот таким вот образом. Вот у меня на схеме этот аран. Далее вот эти вот косички. И вот от косичек, если брать по этой схеме, то вот он, вот таким вот образом, у нас будет выглядеть раппорт. От середины косы до середины косы. Вот он. То есть, отсюда вы повторяете его. Вот один. Здесь у нас заканчивается. Сейчас все я вам с вами расскажу. И вот здесь вот вы добавляете по одному. А далее, что я хочу сказать, вы можете, видите, вот этот раппорт перегибается пополам. То есть, вы можете вязать в круговую. Тут все прекрасно, как бы, садится в узор. Но еще неизвестно, сядет ли в плотность. Да. То есть, вот таким вот образом, если в круговую считать, то это у нас 6, 7, 8 аранов. 8 раппортов. Всего по кругу. Начинаем с резинки 2х2. И теперь, что хочу сказать по поводу размера. Если вы, понятно, свяжите раппорт и посчитайте ширину 8 раппортов, как у вас она садится. Здесь, конечно же, добавить еще один раппорт не вариант. Здесь расширять мы будем, знаете, чем. Вот здесь у нас есть полосы и изнаночная гладь. Мы можем добавить по плюс, по одной изнаночной сюда, в эти изнаночные промежутки. Вот. Везде. Мы можем добавить по 2 изнаночные. Мы можем добавить вот в эту лицевую полосу, по еще одну, по 2 лицевые полосы. Да, чтобы просто как-то этот узор симметрично добавить эти петли. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Понятное дело, что этот жилет не для новичков. Это я не рекомендую. Я просто таких уже девчонок, таким уже с опытом, девчонок, говорю. Вот. Так, это что касается распределения петель. Пряжа тут тоненькая, где-то 400-500 метров, 100 граммах. Может и больше. Вот узор, понятно. Вот рапорт, еще раз скажу, высоту. А вот здесь вот уже начало вот этого выреза горловины. Вырез горловины у нас симпатичный такой, вот он заканчивается. Видите, вот здесь высоту. У меня, кстати, здесь неправильно нарисовано. Здесь как бы начинается вот с этого момента. Ось, опять уезжай. С этого момента, да, и заканчивается этим. То есть рассчитывайте на то. Вот, видите. То есть не вот так вот начинается, а вот так. Ну, это я здесь неправильно нарисовала. На модели там видно, что оно так именно начинается. И там у нас два рапорта до выреза горловины. Вы же смотрите, какую длину вы хотите. Вот. И далее у меня здесь идет, соответственно, по узору все. А здесь вот это я сделала. Саму горловину, которая у нас вот здесь вот расширяется. Здесь просто меняются петли. И из этих помененных петель от центра уже начинается платочная вязка. Вот. А здесь уже начинается сокращение. Там, где мы уже разделим на горловину, начинаются сокращения. После платочной вязки. Платочная у нас здесь 8 и здесь 8 петель. Возможно, там, конечно, и не 8, но мне кажется, что 8 все-таки. Ну, возможно, плюс-минус одна петля. То же самое эти же 8 петель у нас идут вот здесь. Вот. То есть, вот эту вот часть мы повторяем. Повторяем сюда, вот прям до сюда. Ну, то есть, расширение вот это. Оно точно такое же, как здесь. И далее вяжем 8 петель, а сокращение мы делаем вот здесь. Вот они у меня здесь обозначены. Сколько их делать? Вы уж сами смотрите, насколько глубокий вырез вы хотите. Как у вас там получается. Это все видно потом. Вот. То есть, здесь платочная вязка идет вязанная нормально. То есть, классический жилет, только цельновязанные, как бы, обвязки. И здесь она фигурная. Очень красиво мне нравится. Видите, на фотографии очень красиво выглядит. Это все-все вяжется вверх. При том, что спинка вяжется идентично. Делаем вот эти вот боковушки. А сзади, тоже обратите внимание, просто закрыты петли. Вот. Поэтому, я не знаю, вы смотрите. Я, конечно же, может быть, если делать просто закрытые петли, добавила бы еще одну нить при закрытии, чтобы уплотнить это закрытие, чтобы оно хоть какую-то форму держало. Вот. И, казалось бы, на самом деле, ничего особенного. И уже вот такая вот изюминка, как вот этот вот вырез, играет очень большую роль. При том, что, девчонки, кто начинающий, вы можете вязать вот основу лицевой гладью, либо другим, любым другим узором, просто использовать вот эту часть схемы с вырезом, чтобы от основного узора перейти на вырез горловины и, ну, и на пройму. Если смотреть на пройму, то, ну, да, вот сгиб у нас получается вот здесь вот. Это сгиб. То есть, половина проймы, половина проймы. И точно так же пошли сокращения. То есть, здесь у меня в схеме нарисованы только четные ряды, нечетные ряды у нас вяжутся по узору. Это я не рисовала, а вот здесь вот я нарисовала и лицевые, и изнаночные ряды именно в этом, как бы, вырезе, в этой изюминке. Узор же, если, допустим, сложно вам рассчитать эти петли, замените на любые, а раны на что угодно, просто мелкие косички. Полно, и у меня в плейлисте с узорами выберите какой-то узор симпатичный и вяжите. Вот именно вот эта изюминка, эта горловина, она украсит любой узор, даже лицевую гладь, даже жемчужный узорчик тут сделайте, и все равно будет очень красиво. Все, девчонки. Вот такое скоростное видео у меня сегодня. Опять у меня всегда на 8 минут получаются обзоры. В общем, опять 8-минутное видео, девчонки. Я с вами прощаюсь. Завтра у нас тоже, кстати, если я успею, у меня, конечно, сейчас пропеллер в одном месте стоит, но если я успею, еще одно 8-минутное сниму. Очень интересный летний кардиган, не моем. Моя модель будет разобрана со ссылкой, в общем, все по правилам. Но очень интересный летний кардиган, девчонки. Так что завтра будет еще одно видео, дай бог успеть. Вот. Ну а на сегодня все. С вами я прощаюсь. С вами была Вика и Школа рукоделия. Всем пока-пока.